Я хочу все-таки намерение свое реализовать, хотя по времени это получается не очень. Не очень вовремя, хочу прочитать, что у меня есть вырезанные, где-то еще правда. Статья такая, я надеюсь, вы поймете почему, я считаю, что это будет невредно прочитать. Вот такая заметчика методов по скорой праве из Крымской области, еще существует СССР. Значит, подзаголовок вот такой вот, дома греют море, она называется. А подзаголовок такой, значит, рассказ о первой странице на насосных танцах. Что он такой? Вскепает, грёстно шумит море, даёт льняным ветром набережные ялык, тянет жилье. Смотрел на полный градусник плюс 20 дней. Трогаю батарею и ощущаю блаженное тепло, как и не верится, что комната выкрывает Чёрное море. То самое, полот которого прогнал меня с берега. Так было минувшим январем, значит, это 86-й год, когда в пансионале службы держала экзамен новая отопительная система, первое вставнительное полонасосной станции. Сминений было предостаточно. И транзитами, и тайны были полностью. Пенсионалисты, когда мы жившие чудо, видите, это называется чудо, понимали, случись неудачи, что эти идеи бы, наверное, отмянулись, как часто происходит. Хотя, впрочем, Америка в таком деле никто не открывал. Насос, известно, может быть чаще всего воздуха, в том числе тепло. Из моря, воздуха из любой среды. Но необходим особый насос, тепловой. О нем говорят, что это холодильник наоборот. Сюда, к этому колодцу указывают на прыжку среди пляжей начальника полонасосной станции «Аккуратная вода» и поступают из моря. Берем ее 550 метров от берега с 28 микронами длины. В зимнее время ее температура обычно около плюс 8 градусов. А мы делаем море для нуждравности с температурой 60-65 градусов. Причем на каждый киловатт-час запраченной здесь энергии море дарует 3 киловатт-часа. Итак, тепловой насос. Но пока он проектируется для нужд курорта, решили применить место мирового обновенное холодильное оборудование. Ну вот, видите, просто-напросто холодильное оборудование. Известно, холодильник может выкачивать из своей замкнутой камеры тепло и выбрасывать его в окружающую среду. Теперь сделано иначе. Пропуская через холодный агрегат с фреоном в потоке морской воды, у нее отбирали тепло. Но этот фреон должен быть еще холоднее этой воды. Горячий пар, который образуется в результате теплозмена, конденсирует. Температура поднимается до 110 градусов, а затем конденсат сжать и конденсируется. Затем конденсат отдает свое тепло в пресной воде, которая цикулирует в системах отопления и теплознабжения. Ну тут Минэнерго СССР, ВЦСПС, все такое, вот как это все было трудно организовать. Ну и, в общем, вот может быть, я, конечно, всего этого, значит, не буду читать, но, значит, наверное, было бы интересно узнать, она работает или нет. Как это все? Все, ладно, значит, мы, наверное, отсюда. Значит, сейчас еще вот у меня есть тоже похожие вырезки. Я, например, обычно уже вот об этом, значит, рассказываю. Давайте, Иван, вот тоже вот прочитаю. Значит, вот землячка такая из газетки МНДР. Работают и как работает? Это просто тепловые насосы. Значит, ну тут вот, говорится, московский научно-технический центр «Эрго» разработал и предлагает для продажи два экологические центра машины. Поставку подключающих тепловых насосов для отопления и производства труда. Ну и даже так, и легче, и легче, и легче. Значит, рассказываю о руководителе МНДЦ «Эрго» В. Мюнков. Тепловой насос трудно назвать новинкой, потому что еще 164 года назад Садик Арно разработал его теоретические основы. Так, так, 164 года назад, это разметка 89-го года, что-то уже вернулись. 28 лет спустя, по отношению к Арно, кстати, работа вернута 1824-х годов. 1824-х годов. Значит, 28 лет спустя они были реализованы, вот, практические установки для Яма Томсона по-разделению. Однако, и в наши дни, некоторые энергетики воспринимают тепловой насос как парадокс, несовместимый с основными термодинамиками. Но, воприте этим сомнениям, тепловые насосы работают, и, как свидетельствуют, гороскопережные данные, работают отлично. Тепловые насосы очень эффективны в экологическом отношении. Например, в результате активизации тепловой энергии, технологической водоэффективной памяти Виттенберг в ФРТ, выбросы вредных веществ в атмосферу сократились на 80%. При этом мы сэкономили на 165 тысяч тонн топлива в год. Потребляемая тепловая мощность не изменилась. С помощью тепловых ресусов достигается экономия топлива от 30 до 70%. Для привода теплового насоса производится любой витамер, и гидро, и электро, и так далее. Но вам надо все включать. Окупается тепловой насос, ну, как вот кондиционер был. Окупается тепловой насос, как показывает практика, за 1-6. 1 год, 6 лет. Срок его службы 8-25 лет. Масштаб от малой установки для отопления врачного домика это мощность системы технологического нагрева или обслуживания городского квартала. По крайней мере, если тепловой насос, аналитичный холодильник, по морозильникам камеры, которого служит источник низкой температурного тепла. Его надо выступать окружающие водоплода в реке и любое бротовое тепло. На них можно так и в тему с теплом, и вдольного молока. Тепловой насос используется для получения и тепла, и холода. В том числе и одновременно. Например, в спортивном комплексе с плавателями в бассейном и хорком. Это вот как атонасные умности. Когда это все создавалось, значит, там бассейн и тут же, ну, снижение. Где? Где? Ну, в искусственном мире. Кстати, я хорошо помню, что, когда, помню вот, потому что я читал, мне не столько все такие лет. Значит, в 1917 году состоялся первый, ну, что современного, что-либо, национальной культурной линии. И там, ну, одной команды, ну, втором, но уже было. Это, знаете, прикольно. И вот, в этом площадке. В 17-м году. Ну, а у нас построили... Первая была площадка в 17-м году, вот, в 18-м году. Вот, в 18-м году. Первые лет, которые были, сыграли, всегда хотели на естественном мире. И только вот в 17-м году, значит, первая площадка была в Москве. А у нас, в 18-м году, вот, в 20-м году, вот, в 20-м году, вот, в 20-м году. Это очень выгодно, очень выгодно. Но, с одной стороны, это так, а с другой стороны, конечно, это все-таки довольно сложная техника, которую надо... за которую надо заплатить довольно много денег. И надо ждать, вот, может быть, 6 лет, пока эти деньги вернутся. И в этом смысле может быть проще отапливать свой дачный домик с помощью системы, которую, по-моему, называют козел, по крайней мере, так раньше говорили. Ну, просто берется, вот, у меня просто многие однокурсники первое время, после окончания, они работали в институте физики, и они жили в таких дачных домиках, там, около Шапташа, такого жилья им не давали. Ну, они отапливали эти домики, наворачивая просто в спираль на какую-то, ну, там, основу теплостойкую, и просто пропускали электрический ток. Это, может быть, не очень рационально, не экологично, но очень просто. А тепловой насос – это очень сложная, все-таки, штука. Потому что реализация – это, ну, прибор, который надо сделать, и устройство, которое надо сделать, и оно может стоить очень приличное денег. Тут где-то в заметке есть цифры, но они, наверное, устарели у нас многое с ними. Ну, и это, понятно, вот к этому вопросу о холодильниках, о тепловых насосах, о тепловых машинах, о том, что это, с точки зрения физической, это одно и то же – холодильник, тепловая машина, тепловой насос. Но на самом деле они существуют, работают, и кондиционеры – это вот все сразу. То и другое. Ну, вот, хотел все-таки это как-то определенным образом об этом вам сказать. Может быть, вы, ну, как-то не задумывались над тем, что это вот действительно так. А вот сейчас, поскольку вот мы тут о Карно говорили, о цикле Карно, я все-таки еще хотел бы сказать, ну, мне кажется, что это не вредно, вот, послушайте, пожалуйста, мне очень нравится, как Карно, ну, начинает вот эту вот свою работу. Вот его портрет. Хорошенький, прикольный, почти мальчик. Ну, может быть, несколько смогут о том, как это сейчас будет место, ну, о его, так сказать, истории. Вот здесь его география приведена после его работы. И написано здесь следующее. Значит, Карно, Садеев, Николас Леонард. Старший сын, Лазарь, мой Лазарь, лучше, надо говорить, родился в Париже 1 июня 1796 года. Из этой фразы следует, что отец его, вообще-то, на самом деле, если не брать сообщество физиков, известие гораздо больше. Садеев, это тот, кто, вот как мы тут примечаем и сказали, ну, и не возьмусь, что читает по-французски, это человек, как мы называли, организатором великой французской революции. Вот в 1989 году, может быть, мы могли видеть, значит, мы его собрались, мы видели, нет, мы даже не видели, конечно. Шоу-французский французский, связанный с, ну, вот этим, великой французской революции, там одной главной действующей период, в смысле, там, с Радом, Радом и так далее, вот как раз выделен был этот самый отец Садикарно. Для физиков его, конечно, известен Садикарно, сын, родной, а про отца знают, может быть, те, кто как-то более ныне интересуется французской революцией, хотя, вот как ни странно, значит, фильм ему отводилась очень большая роль, но реально вот этот организатор, что-то вроде просто у нас, получается, да, ну, такую практическую работу, вот, как говорят очень часто, именно Томск, Ленин, общее руководство, организатор, организатор Красной Армии, ну, и вот, революции, это вот, по большей части может быть вопрос. Так вот, у нас почему-то, ну, рядом, там, с Робеспьером, допустим, да, там, Маратом, он как-то мало известен, отец Садикарно, но, на самом деле, он играл очень важную роль вот в Великой Французской революции. И, и, но, Николай, прежде всего, Садикарно, прежде всего, говорится, что он был старший сын Лазар Абчарно. Кстати, имя его отец брал потому, что где-то вот в эти времена, в Великой Французской революции, в Франции стали очень популярны поэты персинской. Персинская поэзия была в большом почувствии. И это имя восточный, мой отец так вот выступил. Вот это не французское, не как именно. Вот он почему-то решил, значит, дать ребенку вот, ну, потому что он увлекался этой поэзией. Корно поступил в политехническую школу в 1812 году и окончил ее в конце 14-го года в основном лечении в инженерные войска, имея перед собой блестящую и быструю служебную карьеру. Но так как Надежда в такой карьеру исчезла после Матерло и второй реставрации, когда отец Корно был кончательно сужден. А служба не давала ему ни досуга, ни возможности к расширению научного оборудования, то он в 1812 году после экзамена пришел с чином поручика в главный штаб. Этап мажор, этап мажор, да, так приятно вроде бы, надо прочитать. Он получил теперь возможность заняться с большим умением математика, физика, химия, биология и политической экономики. Корно был большим любителем музыки и ценителем прочих видящих искусств. В свободное время он любил заниматься спортом, например, плавственные сфертования. В 1827 году он был произведен капитаны по инженерным войскам, в следующем году оставил службу ограничения. Корно был слабого здоровья и еще подорвал его на приземленные научные занятия. Это приятно, что в сфере занимался спортом. За болезнь сперва скармонтины, поврежден на собой воспаление мозга, он, видавая отправившись от этих болезней, скончался 24 августа 1832 года от приступа холеры. Единственный факт, опубликованный ценным Корно, это его мемуар «Размышления о движущейся ей огня и о машинах, способных отбивать эту силу». Изданный книгоиздателем Башвиле в Париже в 1824 году. Мемуар это не имел большого распространения. Лишь спустя 10 лет Клабирон обратил на него внимание и повторил рассуждения Корно в статье того же названия, придав изложению вошедшую с тех пор в общее употребление аналитическую и графическую форму. Эта статья Клабирона была перепечатана впоследствии в журналах Пагиндор. Из этой статьи подчеркнули свое знакомство с основными идеями Корно и Лиан Томсона, впоследствии Лорд Келли, развивавшие их сначала на том же основании вещественной теории кепла, что и Корно и Клабирон, а затем вырос Лорд Клабирон. Одновременно с Томсоном в блестящих работах составили и сумели соединить в одно целое идеи Корно. И принципы, как и вооруженности тепла и работы. Чем положили основание современной термодинамики? Работает в 1850-м и последующем годах. Можно с уверенностью сказать, что лишь предъявленная смерть на 37-м году жизни помешала Корно закончить предпринятые им дальнейшие исследования по вопросу, которому он посвятил свой мемуар. Из опубликованных его братом выдержек из дневника последних годов его жизни ясно видно, что Корно уже совершенно правильно формулировал для себя ту новую точку зрения на природу тепла и эффивалентности тепла и работы, которую мы находим в 90-х, где спустя вполне обоснованно выставленная работа Проберта Мая, экспериментально подтвержденной Джоулли и распространенной на все области физики Геннгольца. Если бы Корно было суждено довести до конца свои исследования, то мы получили бы всецелые основания термодинамики в готовом виде и гораздо раньше, чем они были установлены в действии. Вот такой французский гений совсем молодым, 28 лет опубликовал свой мемуар. Там во Франции как-то так часто бывало, видимо это революция что ли, революционные годы. Для меня вот еще Галуа конечно является каким-то удивительным человеком. что говорит Галуа, ну можно сказать создатель теории рук, может быть в каком-то смысле слова, удивительный совершенно человек, который погиб вообще совсем не мальчиком. 21 ему год был или нет, я точно не помню. Ну ладно, значит вот я все-таки хочу немножко прочитать, мне кажется это полезно. Вот, ну хочу вам сказать, что если вам интересно, то работа Корно на русском, вот эти размышления «Держи силе огня» вполне доступны, пожалуйста, можно взять и почитать, посмотреть, почувствовать как это было, как это выглядело. Значит, вступление-то у него такое, ну вот сами сейчас вы видите, дальше начинается, потом начинается физика, физика, инженерное дело, ну а вот вступление такое. Никто не сомневается, что теплота может быть причиной движения, что она даже обладает большой двигательной силой. Паровые машины, дыне столь же распространенные, являются этому очевидным доказательством. Теплоте должны быть приписаны те колоссальные движения, которые поражают наш взгляд на земную поверхность. Она вызывает движение атмосферы, поднятие воздуха, поднятие дождя и многих осадков, заставляет течь потоки воды по поверхности земного шара, незначительную часть которых человек сумел применить в свою пользу. Наконец, землетрясение и вулканические движения также имеют причины теплоты. Из этих огромных резервуаров мы можем создавать движущую силу, нужную для наших потребностей. Природа, повсюду предоставляя горячий материал, дала нам возможность всегда и везде получать эту токтуру и сопровождающую ее движущую силу. Развивать эту силу и приспособлять ее для наших нужд, такова цель тепловых машин. Изучение этих машин светочально интересно, так как их значение весьма легко и их распространение растет с каждым днем. По-видимому, им суждено сделать большой переворот в цивилизованном мире. Тепловая машина уже отслуживает наши шахты, двигает наши корабли, улыбляет гау-мельники, уйдет железо, обрабатывает дерево, внедет зерно, тлетки, придет наши ткани, переносит самые тяжелые грузы и так далее. Со временем должно быть. Она станет универсальным двигателем, который получит преимущество перед силой животных, падающей воды и потоков воздуха. Вот современная ему, значит, сила животных, ну и так далее. Перед первыми двигателями она имеет в виду, ну, животных, она имеет то преимущество, что экономит их перед двумя остальными, это вода и воздух, неоцененное преимущество, что может работать всегда и везде и никогда не прерывает свои работы. Если когда-нибудь улучшение тепловой машины пойдет настолько далеко, что делают дешевую ее установку использования, то она соединит в себе все желательные качества и будет играть в промышленности роль всю величину, которую трудно предвидеть, ибо она не только заменит имеющиеся теперь в употреблении двигатели удобным и мощным двигателям, которые можно повсюду перенести и поставить, но и даст тем производством, в котором будет применено быстрое развитие и может даже создать новое производство. Наибольшая услуга, оказанная тепловой машиной Англии, есть, несомненно, возрождение деятельности угольных попий, грозивших совсем заглоплит, в связи с всего растающей трудностей откачивать воду и подымать уголь. Можно утверждать, что в Англии со временем завредения тепловой машины добыча угля удесятилилась. Ну, ладно, это я пропущу. Во вторую очередь, надо поставить услугу, оказыванную производству железа, как благодаря только замене дорогу плен как раз тот момент, когда естественный запас от креесного топлива похоронили к концу, так и благодаря машинам всякого рода применение, которое позволило или облегчило тепловая машина. «Железом и огнем, как известно, питаются и поддерживаются экологические производства. В Англии может быть ни одного промышленного заведения, существование которого не было бы основано на употреблении этих двух агентов, в их широком использовании. Отнять в Англии в настоящее время ее паровой машиной означало бы разным отнять от нее железо и уголь, отнять от нее все источники богатства, уничтожить все средства под цветами, что означало бы уничтожить эту великую мощь. Уничтожение флота, который она считает своей главной опорой, было бы для нее менее гибель. Надежное плавание паровых кораблей можно рассматривать как совершенно новое искусство, обязанное тепловым машинам. Тепловая машина позволила установить правильное и быстрое сообщение через морские прогиры и по большим рекам старого и нового света. Она позволила пройти через дикие страны, в которые куда еще недавно можно было едва проникнуть, позволила принести плоды цивилизации в такие точки земного шара, где их иначе пришлось бы ждать долгие годы. Плавание с помощью тепловых машин приближает к некоторой родине наиболее отдаленной нации. Паровая машина связывает народные земли, как если бы они все жили в одном и том же месте. На самом деле уменьшить продолжительность, надежность, диопасность путешествий разве это не значит уменьшить расстояние. Ну вот, значит, еще на всякий случай, хочу сказать, что немножко пропущу. Значит, он пишет, если честь открытия должна принадлежать той нации, в которой оно получило рост и развитие, то здесь, в этой части, в этой чести нельзя казахян. Савери, Ньюкоман, Смитсон, знаменитый УАД, Вульф, Трэмитик и некоторые другие английские инженеры являются истинными создателями тепловой машины. В их руках она прошла через все последовательные ступени усовершенствования. Естественно, что изобретение появляется, особенно развивается там, где в нем имеется наибольшая потребность. Несмотря на всякого рода работы, предпринятые относительно паровых машин, несмотря на удовлетворительное состояние, в котором они теперь приведены, их теория весьма мало продвинута, и попытки их улучшить почти всегда руководились случаями. Часто поднимают вопрос ограниченная и бесконечно длижущая сила тепла. Существует определенная граница для возможных улучшений, граница, которую природа вещей мешает решить каким бы то ни было способом. Или, напротив, возможно безграничное улучшение. Ну, дальше, дальше, дальше. По-моему, это тоже очень интересно, но я уже читать не буду. Но вот насчет ограничений. Вот, ну, этот специфент полезного действия, он указал. Как раз он выставил вот это. Он указал на это ограничение, он его получил. Вот. Ну, может быть, вот еще вот такая, значит, цитата. Возникновение движущей силы обязано форовых машинах не действительно утратить теплорода, а его переходы от горячего древа до холодного. То есть восстановление его равновесия, равновесия, которое было нарушено некоторой причиной, будто химическое действие как горение или что-нибудь. мы увидим, что этот принцип приводим, приложим ко всем машинам, приводимым к движению теплоты. Согласно этому принципу, недостаточно создать теплоту, чтобы вызвать появление движущей силы. Нужно еще добыть холод. Без него теплота стала бы бесполезной. Ну, вот, на самом деле, по-моему, очень это интересно и так, знаете, даже иногда поэтически написано, но это начало, дальше начинаются, разумеется, какие-то реальные, ну, физические там расчеты. Если еще раз, если вам интересно, то вот можно посмотреть. Значит, замечательный, конечно, был удивительный человек, с выдающимися способностями. Ну, ладно. Значит, вот этот параграф, он у нас был восьмой, да? Коэффициент полезного действия. И пошел цикл ко дну. Мы его закончили, и, значит, наш девятый параграф, таким мы говорим. Второе начало параграфики для неравновесных процессов. Второе начало параграфики для неравновесных процессов. Значит, мы с вами подчеркивали, что вот эта форма записи, да, там, дельта-1, определенная нотерна, минус СТС, это все должно быть и причинено, конечно же, к процессу равновесным. Но процессы равновесные – это некая идеализация. Реальные процессы неравновесные. Что мы можем сказать? Мы будем неравновесными процессами. Как они, в каком направлении они принимают? Давайте вот мы сейчас, значит, об этом очень важно поговорим. Значит, давайте вот представим себе, что некоторая, какая-то, какая-то система, мотоскопическая тела находится в некотором состоянии равновесных. Мы ставим на доску точку, мы символизируем, может, это некоторое состояние и отражение, так отминемического равновесного равновесного. И вот происходит некоторый процесс, в ходе которого это наша система получая какое-то определенное количество текла равновесных, и он, если вы не можете, переходить в состояние два. Ну, вот так вот это… Ну, для нашего рассуждения совсем не важно, чтобы теплота была малой, и это состояние второе, близко тем самым оказалось, что это было первое. В последующем это будет использовано, но хочу обратить ваше внимание, что само рассуждение, конечно, не будет никак, вот ближайшее рассуждение никак не будет требовать, чтобы на теку было мало. Вот какой-то процесс, вот система перешла из первого состояния во второе. И вот теперь давайте себе представим, что система может вернуться в состояние конечное, возвращается в некоторое из второго, в первое начало, в первое состояние, в ходе процесса неравновесного. Ну, как нам его показать? Значит, вот обычно так, как-то сделают, вот в тюрьме рисуют вот такую вот, что называется, сигзагу. Значит, наша система перебирается из второго состояния. Первое – в ходе процесса неравновесного. Почему мы рисуем такую, неопределённый некий такой путь, значит, как-то, нету линии? Ну, просто потому, что это неравновесный процесс. Это неравновесный процесс. Во-первых, этот процесс происходит в каком-то пространстве, если хотите больше неравновесности. Вот этих параметров, которые вполне определяют состояние системы равновесии, не хватает для того, чтобы характеризовать состояние системы, когда она совершает этот неравновесный процесс перехода из второго состояния в первое. Во-вторых, даже если мы хотим спроектировать из этого более многомерного пространства вот сюда, которая представлена доской в состоянии нашей системы, мы тоже не можем этого вполне серьёзно сделать, потому что даже такие вот непростые параметры, как мы говорили, геометрические параметры, как объём, если система не находится в равновесии, может не иметь какого-то определённого значения. Ну, может быть, будет лишним, но ещё раз. Вот мы выпускаем газ, находящийся при каком-то конечном давлении в небольшом объёме, в большой откачанный объём, в котором содержится как мало. Пока весь объём не будет занят газом, мы не можем сказать, вот как этот процесс идёт. Вот здесь какое-то стартовое значение в объёме, потом газ распространяется на весь объём. Когда этот процесс идёт, это нельзя себе представить, как, ну, вот какое-то движение, там, поршни, да, вот газ в какое-то отверстие уходит неравновесным образом, вроде со свистом, что называется, вырывается из этого малого объёма, а большой, не имеет объём, вот этот геометрический параметр у кого-то определённого значения. И поэтому принято вот этот процесс такой неравновесный, ну, как-то символизировать это надо, ну, вот делают, вот, например, так. Эту линию провести, вот, обратно нарисовать линию нельзя, потому что, раз я говорил о неравновесном процессе, то я не могу поставить какую-то точку, потому что поставить точку, это значит считать какие-то определённые значения параметры, которые будут выбрали для того, чтобы отписать с себя на систему. Это невозможно, по-самому. Значит, давайте вот будем считать, что на обратном пути к системе, ну, в алгебраическом смысле, поступило какое-то количество теплоты на интервью со шляпом. Давайте воспользуемся первым началом, которое спроявило всегда, неважно, если мирно, если процесс первого начала, спроявило всегда, ну, и напишем, значит, для процесса перехода из состояния 1, состояние 2, таком удлинием, это первое начало, ну, а для процесса возвращения системы из второго состояния в первое, то же самое, только теплота другая, вода другая, потому что процент другой, и изменение вложения энергии, ну, то же самое, как и с другим знакомым. Итак, значит, мы до этих двух этапов написали уравнение первого начала. Впрочем, знаете, я, может быть, больше сейчас сделаю, я думаю, что и вам это не так трудно будет. Ну, давайте так, может быть, здесь стрелочку поставим еще одну, здесь я поставлю плюс. Ну, вот в таком смысле. Значит, давайте сравним два процесса перехода системы из первого состояния во второго. Вот один равновесный, а другой неравновесный. Вот к нему эта стрелка, которую я только сейчас перелисовал. Вот давайте так, ну, я, может быть, виноват не очень удачно начал, потому что так все-таки лучше, так логичнее будет. А если я скажу, что вот давайте мы рассмотрим два разных процесса перехода системы из первого состояния во второе. Один равновесный, другой неравновесный. Но сейчас, как у меняется, я собираюсь сказать вот что. Значит, давайте мы представим себе, что мы заставляем систему совершить цикл. Значит, сначала из первого состояния во второе, она переходит равновесным образом, а потом возвращается из второго в первое неравновесным образом. Этот процесс, мы, уравнение, отвечающее этому возвращению, мы вычтем из уравнения, которое описывает равновесный переход. И тогда мы получим уравнение, которое будет представляться моим первым началом для цикла. Первое начало для циклического процесса. Значит, еще раз, мне не надо, мне хочется, чтобы вот эта дейт-таку, да, представляла собой теплоту перехода отсюда-сюда. Значит, одним способом, другим способом. Чтобы эти работы тоже были. Это две работы, ну, для процесса, который идет в одном направлении. Только один раз процесс равновесный, а другой неравновесный. А стартовое состояние и конечное состояние, они равновесные. Процесс неравновесный, но начинается состояние равновесный и кончается состояние равновесный вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Значит, для этих двух переходов написано уравнение первого начала. Значит, мы ищем по члену, что мы получим. Мы получим, естественно, уравнение первого начала применить на циклу. Сюда и обратно. Значит, тогда получается так. Дритарку минус тритарку штрих равняется, раз мы вычитаем. Дритарку другое минус тритарку штрих со штрихом. Ну вот, казалось бы, конечно, что тут такого, но мы можем отсюда извлечь некий важный вывод. Значит, вот этот наш переход первоначальный, он был вызван тем, что система получила некоторое количество тепла. При этом переход тоже. Но сейчас мы составили такую разность, и вот она уже представляет собой, разность этих уравнений представляет собой уравнение циклического процесса, который совершен вот этим некоторым каким-то физическим делом. Значит, циклический процесс. Система вернулась в исходное состояние. Система вернулась в исходное состояние. Ну, для любого цикла теплота равна работе. Теплота равна работе. Ну, казалось бы, ну что тут? Но, значит, давайте так, мы вот проводимся таким вопросом. Вот эти равные друг другу количества, вправо слева. Какой они имеют знак? Если мы предположим, что вот у этих двух, ну, равных друг другу количеством знаков такой, если это больше нуля, то тогда что получается? Вот это итоговая депута, которая поступила в систему. Это работа, которая при этом была системой совершена. В ходе циклического процесса. Если мы предполагаем, что эта величина больше нуля, то мы, наверное, вступаем в противоречие со вторым началом. Невозможно в ходе циклического процесса превратить теплоту в работу нации. Значит, это равенство не может быть равенством двух положительных величин. Ну, просто по второму началу. Значит, это можно, ну, это как же первый вариант, который можно отбросить. Второй вариант отличается в том, что, вообще говоря, это два нуля. Справо-слева стоят два нуля. Справо-слева стоят два нуля. Объясните еще раз, пожалуйста, про первое. Что? Про первое объясните еще раз, почему больше времени можно? Потому что теплота будет в ходе циклического процесса превращена в работу целиком. Мы считаем, что это разность положительной. Это разность положительной. И, конечно, не собрался я с мыслями с самого начала. Я сейчас понимаю, что, конечно, в том, что я говорю, ничего плохого я не сказал. Но это не то, что мне надо было, значит, с чего надо было начать. Потому что вот я сейчас должен сказать, что давайте рассматривать второй вариант, когда эта теплота будет равна нулю. Значит, на самом деле мне надо рассматривать другой цикл. Цикл, который выглядит таким образом. Сначала переход из первого состояния во второе неравновесным образом, а потом возвращение из второго состояния в первое равновесным образом. Потому что сейчас не надо вот что сделать. Не надо отменить эту возможность, опираясь на то, что нельзя вернуть неравновесный и тем самым необратимый процесс. Сейчас я, ну что ж, вот равно нулю, да, может быть равно нулю, и ничего отсюда не выведешь. Дальше. То есть, мне очень стыдно, но я как-то не собрано начал, как-то существенную ошибку совершил. Значит, в том, что я говорил, ничего не было неправильно. Но это не приводит нас к доказательству. Доказательство, значит, должно быть другим. Потому что надо начинать с другого рассмотрения другого циклического процесса. Я, слушаю, кажется, мог бы это легко совпадить сразу, но я не то, что хотел. Все, в общем, значит, я прошу значения, давайте вот нарисуем очень похожую картину, но она должна быть такой. Вот, сначала. В системе сообщается легко, неравновесный момент. Значит, дельта-ку, ну, какой-то дельта-ку, ну, может быть, давайте подчеркнем, да, неравновесная, дельта-ку неравновесная. Может, я сейчас так напишу, чтобы побольше отмечалось от того, что было написано. Вот. Ну, и это дельта-ку, значит, это, естественно, дельта-ку плюс дельта-ку неравновесная. Значит, первое состояние, второе. А вот потом мы в систему возвращаем исходное состояние в ходе равновесного процесса. Ну, и тут дельта-ку. Так, значит, ну, давайте будем сравнивать на самом деле. Вот так, по-прежнему я хочу, чтобы мы сравниваем дельта-ку, дельта-ку и дельта-ку в ходе равновесного процесса. Ну, а теперь, так, ладно, вот это я все-таки просто уберу. Значит, два процесса, равновесный и неравновесный. Для них написано уравнение первого начала. Равновесный и неравновесный – это конечное и неравновесное состояние равновесного. А вот теперь мы дальше рассматриваем циклический процесс. Циклический процесс, который заключается в том, что система сначала переходит из первого состояния во второе неравновесным образом, а затем возвращается из второго в первое равновесным образом. Ну, и тогда, значит, в результате этого самого начитания, значит, у нас получается вот такое равенство. Так, правенство написано вот здесь. Вот, порядок именно такой. Сначала этот переход, неравновесный, а потом обратно. Ну вот, значит, если вы хотите еще раз услышать, значит, первое рассуждение, то, ну, применительно вот такая ситуация. Значит, почему вот эти два количества, стоящие справа из них, значит, деплота, работа, значит, почему они не могут быть равны? Мы при этом полагаем, что, значит, вот этот переход совершался в контакте с каким-то одним. И вот еще дополнительно то, что надо, конечно, предположить для того, чтобы заключение было правильным. Ну, основа, значит, мы полагаем, что этот переход происходит при контакте с каким-то термостатом с одной определенной температурой. Если это так, то невозможно приводить в соответствии со вторым началом деплоту в работу целиком. При условии, что контакта с каким-то другим термостатом в ходе вот этого циклического процесса не было, значит, если мы на этом основываемся и предполагаем, если мы это предполагаем, мы и полагаем, что вот это количество положительное, то тогда мы приходим к противоречию со вторым началом. Значит, циклический процесс, теплота превращена в работу целиком при контакте с одним термостатом. Значит, второй вариант – это когда эти количества равномерут, и мы его, эту возможность опускаем, основываясь на том, что, если мы это предположим, что это возможно, то это будет означать, что система и наша среда вернулись в восходное состояние, не было в итоге ни теплота, ни работа не были отданы в окружающую среду, и, ну, поскольку это ноль итоговый, и это означает, что мы обернули необратимую часть процесса. Вот у нас в цикле есть неравновесная и необратимая часть. Если мы предположим, что это значит, что мы обернули процесс. Значит, это, ну, просто, опять же, эту возможность мы зачеркиваем, потому что, ну, мы исходим из того, что вот эта половина процесса, первая, она является процессом необратимым. И тогда у нас остается только одна возможность, вот, наше количество должны быть меньше нуля. Это возможно, потому что работа в теплосту превращается без компенсации. Ну, может быть, вы лучше запомните аргументацию, раз я так вот неудачно говорил. Может быть, это даже и полезно, хотя, конечно, я этого не хотел, и это так ненарочно получилось, но, значит, в общем, вот, понимаете, когда я так говорю про этот отель, это означает, что на самом деле я, я начателю очень удачно сказал, что эти состояния могут быть далеки друг от друга. Ну, можно, конечно, рассматривать вот такую ситуацию, когда эти состояния, сколько угодно далеки друг от друга, вот, все то, что я говорил раньше, это что-то возможно, но просто мне для доказательства это не нужно. А вот то, что я использую для доказательства, это предполагает, что сообщенная системе теплота настолько мала, что температура системы, при этом, вот, этого тела, да, она может рассматриваться как величина неизменная, постоянно. И поэтому, конечно, вот это подчеркивается, значит, наша система предполагается берет это тепло у вот этого самого какого-то одного единственного термостата. Мы рассматриваем вот такую ситуацию. Система получает тепло, она совершает такие вот все движения в пространстве состояния при контакте с каким-то одним определенным термостатом. Ну, фактически, это, конечно, означает, что эти состояния риски. Ну, мы пишем, вот, всегда, да, дельтаку, поделить на Т, сравняется ТС, это ведь, что, ну, как бы, имеется в виду, что дельтаку здесь настолько малое, что нужно говорить об определенной какой-то температуре, при которой это количество тепла поступает в систему. Вообще говоря, поступление в систему тепла ведет к тому, что температура системы меняется, да? Значит, когда мы пишем это соотношение, ну, мы считаем, конечно, что дельтаку, вообще говоря, вообще говоря, такое маленькое, что можно говорить о том, что оно, это количество тепла. Дельтаку поступило в систему при вот этой вот неизменной температуре ТС. Ну, вот здесь имеется в виду, что у нас есть вот этот вот один единственный термостат, с которым система, значит, взаимодействует. Вот при этом переходе вот таком, и при вот этом вот переходе вот таком, и, конечно, вообще говоря, эти состояния, конечно, должны быть близких. Если я вот об этом говорю, говорю о том, что контакты имеют место с одним единственным термостатом вот с этой данной температурой Т. Значит, вот существенно, конечно, вот это, вот порядок, да, неравновесный переход, равновесный контакт с одним термостатом, практически, это, конечно, означает, что это состояние близких. Ну, хорошо, значит, дальше мы рассматриваем вот возможность этого цивилизического процесса. Вот рассматриваем такой цифр. Вот для цикла пишем этот баланс и приходим к выводу, что для того, чтобы не было противоречия со вторым началом, эти количества должны быть отрицательны. Если и правая, и левая части должны быть отрицательны, только тогда нет противоречия со вторым началом, которое не разрешает, значит, за счет контакта с одним термостатом превратить теплоту в работу целиком. Работать тепло может. Значит, что тогда отсюда следует? Отсюда следует, что дельта, ну, давайте сначала напишем вот это вот отношение. Дельта W неравновесная, меньше W равновесная. Одно неравенство. Мы о нем сейчас два слова скажем, и потом мы про него забудем, оно для нас важным не будет. Но в принципе, значит, здесь получается так. Что нам говорит о тренерах. Вот, ну, когда ты хотел начинать, поправился, потом начал, не так, но поправился, и хотел сказать, что давайте сравнивать два процесса перехода из первого состояния во второе в одном направлении. Два разных процесса на переход в одном направлении. Вот эти вот работы, они для этого перехода в одном направлении записаны. Значит, что мы видим? Мы видим, что, вот из этого мне нравится, ясно, что равновесная работа всегда больше работы неравновесной. Какая бы ни была равновесная, какая бы ни была неравновесная работа, равновесной работы должна быть больше. Но это, конечно, не рецепт для инженера, потому что равновесная машина будет работать бесконечно долго. Нам это неудобно, скажем так. Ну и ладно, вот это мы отметили. Для нас сейчас важнее вот что. Значит, совершенно симметрично есть вот такое вот неравенство. У нас возникает вот такое неравенство. Если мы сравниваем пикатурку, соответствующую систему в ходе равновесного процесса и неравновесного, то равновесное, вот какой бы равновесный, неравновесный процесс мы не сравнивали, равновесное в переходе всегда дает такую больше, чем дает такую неравновесную. Вот так это как бы почти из ничего, но так получается. В соответствии со вторым началом. В соответствии со вторым началом это вот мы можем написать. Ну и дальше, дальше вот какой ход, значит, в нашем рассуждении. Вот для этой плоты мы можем написать в соответствии со вторым началом, что это t, вот то самое t, t на dx. t на dx. Что такое dx? Это разность интро и вот здесь и здесь, естественно. Дельта кунт, процесс какой-то, значит, t на dx, это вот t на энтропия второго состояния, либо с энтропия геора. Но они близкие. Мы пишем ds. Значит, у нас получается вот такое соотношение t на dx больше дельта кунт равновесного. Ну и мы можем это еще и так перевязать на dx на dt, учитывая то, что температура заведомо положительная. Значит, у нас тогда получается так, где-то у неразновесного, поделенного на dt. gs больше. Где-то у неразновесного, поделенного на dt. Ну а сейчас такой шаг сделанность. Давайте мы будем рассматривать процессы, в ходе которых система аниматически изолирована. Теплообмена нет. Значит, мы сравниваем это вот состояние, и мы считаем, что вот этот неразновесный переход, вот мы можем обсуждать вот такую ситуацию, ограничений мы не накладывали никаких. и поэтому мы можем здесь положить дельта кунт равновесного на 0, и у нас тогда получается так, что ds больше 0. Ну, изоляция может быть и не адиологической, а полной изоляцией. И это, ну, удобно, так сказать, вот взять такую ситуацию, пусть система вообще изолировала, завершала переходы. Вот мы сравниваем, значит, эти какие-то неравновесные переходы, у нас тут вот будет произведен в условиях, когда теплообмена не будет. И тогда у нас получается такой результат. Значит, мы можем просто сказать, что вот если система совершает какой-то неравновесный переход с первого состояния на второе, в условиях изоляции, то это означает, что в конечном состоянии эндрактея будет больше, чем в начальном. Вот у нас получается так, из этого нашего неравенства получается, что эндрактея должна возрасти, мы сравниваем ds, разность значения эндрактеи в том числе в начальном состоянии, и она должна быть положительной, ds больше 0. Ну, и вот это подтверждение о том, что в ходе спонтанных процессов в изолировании системы эндрактея она растает, и называют второго начала термодинамики для неравновесных процессов. Начинаем. Вот второе начало термодинамики для неравновесных процессов есть подтверждение о возрастании эндрактеи изолированной системы в ходе вот таких неравновесных процессов. Система сама выбирает себе путь пространства, состояние, потому что она изолирована. Она изолирована, это значит приходит эдракте спонтанно. И оказывается, что это движение связано, оно происходит с каким-то определенным ограничением. В конце процесса значит у нас энтропия функция определенная для состояния равновесных. У нас она принимает определенное значение только тогда, на самом деле, когда система находится в состоянии characters. У нас есть какой-то статус для состояния, но равновесного. У нас есть какое-то конечное состояние, но тоже равновесное. Но эти состояния связаны с неравновесным процессом перехода. Если этот процесс был спонтанен. То есть система на систему не влияли. Она находилась в состоянии изоляции. То есть она сама решала, как не быть. И вот оказывается, что она сама решает всегда так. Я пойду туда, где интрофеев больше. Изначально на состоянии она перебирается самопроизвольно, спотанно. В состояние, в котором людей больше, чем вошла на стартовом состоянии равновесия. Значит, это, ну, очень важный вывод. Значит, я, может быть, хотел сразу запомнить, что, конечно, это, ну, понимать, что тут должно быть недоумение о том числе. Значит, может быть, правильно будет намесить на вот это дифференциальное кропеи, на это изменение кропеи, на чем другие. Значит, это изменение кропеи вызвано не тем, как вот у нас обычно, в экономической процессе. Да, мы пишем. Вот это изменение кропеи, которое мы очень-очень записали везде, вот, на опущении кропеи мы этим занимались, писали эти формулы. Эта формула определяет изменение кропеи системы, вызвано внешнего воздействия. Поэтому здесь, ну, вот, экстерна первого группа этого слова, навешанного кропеи, это то изменение кропеи, которое сопровождается, или вызывается, конечно, точнее, внешнего воздействия. Вот в систему поступило какое-то количество тепла, энтропия выросла. Вот сейчас я говорю о подиабатическом переходе, о переходе в условиях изоляции. Теплота не поступает в систему. Но мы говорим, что она сама забирается, решая, куда ей перебираться, она сама перебирается в фонтан, вне в результате внешнего воздействия. Она как бы вырабатывает в себе энтропию. Вот она переходит, и изначально состояние конечное, и этот процесс сопровождается генерацией энтропии. Но это не внешние воздействия, это какие-то внутренние процессы. Процессы внутри системы, они ведут к тому, что энтропия, в конце концов, больше, чем была в начале. И поэтому, вообще говоря, надо, ну, на самом общем уровне, когда поговорим о изменении энтропии, мы должны понимать, что оно складывается из вот двух, ну, представляемых. Значит, и вот для этого у нас есть вот это вот выражение, которое мы обычно пишем, и не, ну, в книжках обычно не бывает вот этого нет, а отдельно они пишут, но пишут, ну, имея в виду, что это вот энтропия, изменение энтропии вызвано внешним воздействием. Но эта формула, она ничего в отношении не имеет вот к этому приросту теперь. Это процесс, высложенный, это прирост обусловлен какими-то отводительными процессами. Процессами внутри нашей системы. Ну, вот когда это утверждение было выдвинуто к Малозерсу в самой середине, где-то 19 века, то возникло много вопросов по поводу того, почему же так ведет себя энтропийская система, как она вот из-за чего, что является какой-то механической причиной для такого перехода системы в пусть неоднозначно выбрано направление, неоднозначно выбрано конечное состояние, но вот какие-то определенные состояния равновесия для системы, ну, как бы запрещены, она тогда не пойдет, она обязательно пойдет в ту область пространственного состояния, где энтропия будет больше, чем правоначальник. Вот как это получается, из-за чего это получается, в чем, если говорить, механическая причина того, что так система определенным образом себя ведет. И по этому поводу много было рассуждений, размышлений с самыми крупными физиками, высказывались по этому поводу какие-то мысли. Ну и, конечно же, сегодня мы знаем, что все согласились, не сразу, но согласились с мнением Польского, который связал энтропию с вероятностью состояния термодинамического и дал ответ на вопрос о том, в чем причина такого поведения энтропии, ну, на языке, что ли, теории вероятности. То есть этот переход системы, изначально состояние в другое, есть переход из состояния, ну, некоторого определенного, в состояние еще более вероятное. И движение вот в эти состояния с меньшей энтропией, в принципе, допустимы, но они менее вероятны. Причем, если брать какие-то количества и нацены, то есть эта вероятность, ну, продавляет абсолютно вероятность перехода в состояние с большей энтропией, она, ну, несравнимо, так сказать, велика в сравнении с реальностью перехода в состояние с меньшим значением энтропии. Я понимаю, что я, ну, вот так, я не буду дальше начать, я потерял уже давно этот самый перерыв, тут у нас осталось, а нет, на самом деле, это еще долго, я еще целых 25, я не хочу, в принципе, это стало 10 минут, я просто запутался. Ну, может быть, устроить маленький перерыв, или уж, или для него как-нибудь. Ну, да, естественно, там, примерно. Значит, вот, связать, давайте попросим, чтобы ввести эту самую зумистую связь между энтропией и ориентностью, вот, каким образом, вот, каким, вот, в основном, в действии. Хотя это не самого Вольсмана, насколько я понимаю, в связи с этими, вот, давайте первое раз расскажем. Это какая-то неизвестная, знаменитая ситуация. Значит, при чем тут, при чем тут вероятность? При чем тут вероятность? То есть вероятность может появиться, как она у Вольсмана и появилась, таким образом. Значит, он развел вам, ну, вот, о самом деле, по быстрейности физики. Он говорил, что «Хорошо, давайте примем атомно-молекулярную гипотезу строения вещества». Многим это не нравилось, многие говорили, что кто видел эти атомы, это гипотеза, и вообще даже собой тот гипотез, может быть, мы будем принимать. Ну хорошо, значит, если мы еще ее принимаем, значит, и что состоит из отчетений в микрочтице. Они двигаются по законным механикам. Причем тут какие-то вероятности. Ну вот, значит, как мы можем ввести эти самые вероятности, посмотреть. Значит, у нас газ занимает какой-то объем при какой-то температуре, причем тут какие-то должности. Вероятности могут быть внесены в наше рассуждение таким образом. Значит, мы не можем проследить за движением всех микрочтиц нашей системы, хотя мы можем написать уравнение, мы можем верить то, что решая, значит, это уравнение, мы получим эксцессальное движение. Всех этих микрочтиц, тем самым мы можем вывести законы какие-то микроскопические физики из этого. Но реальное решение невозможно, на самом деле. И возникает такая мысль о том, что мы можем поступить таким образом. Значит, мы можем вот на состоянии огромного количества точек материальных, из которых состоит наша система, указывая координаты и скорости или импульсы всех микрочтиц разных. Значит, это приведет к тому, что у нас появится 6-мерное, если я на это число микрочастиц, так называемое фазовое пространство для вот этой системы точек. Ну, фаза – это состояние по-русски можно так перевести. И вот это состояние механического движения в совокупности огромного числа атомных молекул может осматриваться нами как, ну, точка некая в фазовом пространстве. В пространстве 6-мерных измерений, где, значит, ну, поставленная в этом пространстве точка символизирует знание нами всех координат и всех импульсов всех вот этих вот N точек. Значит, понятно, что когда молекулы-атомы двигаются, сталкиваются друг с другом с границами, на четвертой области, в которой газ находится, они очень сложным, запутанным образом меняют свое состояние движения, меняют свое положение в пространстве, меняют свои импульсы. Это движение вот этой фазовой точки в фазовом пространстве – это совершенно такое сложное, запутанное, необычайно хроничное, конечно же, движение, как мы можем себе представить. Хотя мы не можем вот это огромное количество уравнений на самом деле записать, проанализировать, но нам ясно, что это чрезвычайно сложное запутанное движение в фазовом пространстве. Давайте тогда поступим таким образом. Будем считать, что, возможно, все какие мыслимые состояния движения мыслим, но если мы будем долго следить за тем, что происходит, как там мечется эта фазовая точка в фазовом пространстве, мы можем себе представить, что какие-то, в принципе, мыслимые, но какие-то области фазового пространства нам не посещают в силу каких-то обстоятельств, конкретных, вот как она устроена, как она сделана, а где-то она может быть там очень часто бывает. Мы можем себе представить вот фазовое пространство, но как вот некую толсту, где где-то пусто намазано вот этими следами, где изображающее состояние наша система фазовая точка наследила, а где-то там относительно пусто. Просто вот по времени, если мы будем следить долго за вот этим движением, то мы увидим, что какие-то области фазового пространства наша фазовая точка посещает часто, а где-то она бывает очень редко, может и пусто. Мы тогда сможем представить себе, что вот в этом нашем фазовом пространстве мы можем наделить различные состояния вот этой нашей системы многих точек вероятностью, которые понимаются нами так, чем гуще вот в этой области пространства вот эти следы оставлены в фазе, значит, тем эти состояния более вероятны. Вероятность может появиться вот таким вот образом. Вероятность появляется вот таким вот образом. И, значит, в результате у нас получается так. Вот мы эти все состояния знаем, и эти состояния микрочастиц, им, соответственно, можно сопоставить определенные какие-то значения параметров макроскопических. Ну, вот, скажем, внутренние энергии, да, это кинетическая энергия, энергия взаимодействия частиц друг с другом. Вот, как только мы выбрали фазовую точку, это значит, что мы определили скорости всех частиц, а тем самым мы кинетическую энергию. И это значит, что мы определили положение всех частиц пространства, и мы определили значение энергии взаимодействия, там, продвижение оттапных. И тем самым мы определили, ну, полностью значение внутренней энергии нашей системы в зависимости от того, какую фазовую точку мы рассматриваем. А дальше мы можем так рассмотреть. Вот, может быть, вот, как бы себе представить, что состояние разное микрокопического движения, однако, отличает одну и той же внутреннюю энергию. Ну, мысленно, вот, мы поменяли местами скорости двух каких-то электронов, да, скорости, то есть, ну, был один электрон со скоростью в один, другой электрон со скоростью в два. Вот мы их переставили. Вообще говоря, это уже, то есть, ну, обменялись они как бы скоростями. Это другое состояние движения. Другое состояние движения. Раньше у вот этого какого-то одного электрона была скорость в первой, теперь у второго. Это другое состояние движения. Но понятно, что у нас все равно есть два электрона, двигающиеся с одними и теми же скоростями. То есть, вот, энергии системы в целом, это не изменит такая замена. У нас появляется возможность говорить о том, что вот это состояние термодинамическое с каким-то определенным значением макроскопического параметра одного-другого тринкера, оно может реализовано быть большим или меньшим числом вот этих состояний микроскопического движения. Больше или меньше число фазовых точек может отвечать одному и тому же состоянию, которое характеризуется одной температурой и одной и той же температурой одним и тем же объемом. У нас появляется возможность вот так принять микроскопическую модель и сделать термодинамические состояния, которые, в общем-то, никакого отношения к вероятности не имеют. Тем не менее, мы можем ввести вероятность вот таким вот образом. Ну, уже, наверное, не в термодинамику, а вот этот единый предмет термодинамика и статфизика. Когда мы микромодель связываем с макроскопическим поведением этой модели, состоящей из огромного числа молитвов. Ну и вот, я прошу прощения, так долго может быть очевидным, но с другой стороны, это всегда не так, мне кажется, легко воспринимается. Если, ну, просто сказать, что давайте свяжем, значит, с состоянием термодинамики некоторого вероятности, ну, как она, вот, что-то появляется. Ну, я попытался это вот объяснить, как я это себе представляю, как это все возникает. Ну, и вот, если теперь нам, значит, вот мы согласились с этой идеей, то тогда, оказывается, достаточно просто связать, значит, энтропию с вероятностью, исходя вот из чего. Вот, значит, термодинамическое состояние, какое-то значение объема, температура означает, если речь о состоянии равна, есть определенное значение энтропии нашей системы. И тогда, ну, не только эти параметры какие-то простые, а какая-то функция их состояния, энтропия, их значение, энтропия оказывается величиной, которая зависит от, ну, хотя, буквально, что ли, вероятность обозначена, как обычно это делается. Вот, принимаем просто факт, что энтропия является какой-то функцией вероятности состояния термономического, которое задается какими-то там объемами, температурой, там, новом личности и тому подобное. Вот, самого факта достаточно для того, чтобы мы могли эту функцию сделать конкретной, учитывая свойства энтропии и свойства, ну, скажем так, свойства вероятности. Этого достаточно для того, чтобы мы могли понять, какая функция здесь должна быть поставлена. Значит, дело в том, что энтропия, как мы уже говорили, объективна. То есть, энтропия введена была на нами так, что вот если у нас есть какая-то система, да, состоящая из подсистем, то энтропия целого – это сумма энтропии подсистемы. А вероятность обладает вот таким вот свойствием. Значит, если у нас, опять же, вот мы говорим сейчас опять вот об этой паре, так сказать, система, состоящая из частей. Значит, ну, опять же, механическое состояние движения движения всей системы определяется через механические состояния движения в этой подсистем. Ну, и вот если эти подсистемы не взаимодействуют, не взаимодействуют, то тогда в силу математической теоремы об умножении вероятности мы можем сказать, что вероятность того, что система в целом находится в каком-то определенном состоянии, может быть получена перемножением вероятности для первой подсистемы, что она находится в каком-то одном определенном состоянии, и такой же множитель для второго подсистема. Почему подсистемы не влияют друг на друга, я считаю? Мы влияют статистически, потому что они не влияют физически. Они влияют они физически, потому что влияние это сосредоточено вот здесь, в поверхностном слое, ну, значит, мы рассматриваем макроскопические тела, молекулы обладают каким-то конечным радиусом взаимодействия, и реальное взаимодействие между этими двумя подсистемами осуществляется вот здесь, через границу. Ну, и обычно аргумент такой, что если система состоит из очень большого числа чтиц, она трехмерная, состоит из очень большого числа чтиц, то тогда взаимодействие определяется площадью и, соответственно, квадратом числа молекул, составляющих все вот этого, ну, порядка такого. А, значит, полная энергия, она определяется объемным параметром, она определяется в Н-кубе. Ну, и, значит, если я так поставлю, значит, много больше в Н-кубе, чем в Н-квадрате, и поэтому энергия взаимодействия, это такой термодинамический подход, вот, всегдашно. Энергия взаимодействия, сколько угодно, мола, может считаться в сравнении с энергией системы в целом. Энергия взаимодействия подсистемы много меньше, чем их суммарная общая энергия. Энергия просто Е1 плюс Е2, а энергия Е какая-нибудь там взаимодействия, она много меньше, чем Е1 и чем Е2. Вот это такой стандартный подход. Значит, взаимодействие мало, ну, а тогда влияние первой системы на вероятность состояния второй системы ничтожно мало. Ну, и можно считать, что, значит, вот вероятность состояния для системы сложной, получается просто перемножение вероятности для состояния вход системы. Ну, и тогда, тогда получается так. Значит, вот эта функция, значит, должна быть такой. Мы считаем, что это универсальная функция, для любой макроскопической системы есть какая-то вот такая вот универсальная функция. Значит, вот это соотношение, вот это соотношение вместе с этой формулой означает следующее. Мы должны написать, что F от P1 умноженного на P2, это F от P1 плюс F от P2. Это уравнение уже относительно гидроизм. То есть я сюда написал англомент для всей энтропии всей системы, ну а здесь, значит, энтропия и флот-системы складываются. Адгитивность энтропии и, значит, ну, теоремообумножение вероятности независимых событий, по сути дела, значит, написано здесь как произведение вероятностей событий со мной. Ну, вот, собственно, отсюда, конечно, следует, что эта функция, на самом деле, является логарифмом, потому что логарифм как раз обладает этим свойствам. Логарифмопроизведения – это сумма логарифмом со мной. Ну, конечно, надо между ними поставить эти множики, размеры, потому что нельзя сказать, энтропия, она физическая величина, она имеет определенный размер, это джури, деленный на Кевин, значит, она должна обладать размерностью, ну, хорошо, значит, ничего не испортится, если мы здесь один общий множитель напишем. Ну и вот, получается вот такая вот формула, которая связывает энтропию и вероятность состояния нашей системы. Ну, К – это просто потому, что это, она и называется постоянной Больсмана, конечно, как вы помните, прекрасно. Я имею в виду здесь К, я имею в виду постоянную Больсмана, она имеет соответствующую нужную нам размерность. Ну и вот, значит, такая вот формула, которая говорит нам о том, что рост энтропии может рассматриваться как переход, причиной роста энтропии может рассматриваться переход системы в более вероятное состояние. Говорят, что эта формула выбита на памятнике польскому Вене, хотя, я вот не знаю, я вот, когда я был в Вене, я спрашивал, а ну, просто были там, ну, полтора дня. И Гид сказал, что съездить, я хотел бы увидеть памятник, он сказал, что это невозможно, что у нас нет времени. Я очень жалею об этом, но вообще, как-то у меня какое-то противоречие вот здесь сидит, я не знаю, он же прокончился борт. И. Больсман, тут очень собой, уже эта идея, вот, механического объяснения, что-то поведение, не принимались, не принимались очень крупными математиками. Они говорили, что механика, в механике, уважнение механики, которыми вы пользуетесь, когда пишите нам свои такие уравнения, когда говорите, что у вас в микрочатице, которая двигается с фоном механике, Уравнение механики, как известно, невариантно относительно замена знака времени. И вы не можете выводить вот такое необратимое поведение, связанное с движением по определенным направлению, и механика. Мы не знаем, где именно вы ошибаетесь, но вы ошибаетесь, потому что у вас начинается с подхода, который не может вам породить эту самую необратимость. Как же так? Значит, это неверно, это принципиально неверно, и, в общем, Больсман очень сильно подоставалось. Его очень сильно, так сказать, критиковали, говорили, что он какие-то совершает ошибки. Ну и, в конце концов, это привело к тому, что он действительно покончил с собой. Значит, его не могли похоронить на каком-то кладбище, таком для всех там, в принципе. Самоубийца не полагалось хоронить, ну, в нормальном образе. Но я надеюсь, что у нас в матери памятник есть, потому что я не один раз читал, что, да, вот, на памятнике Больскому, на мгновение, выглядит вот эта вот форму, которую, правда, он сам, как, опять же, кондитатор пишет, никогда не выписывал. Вот у него в работе выписана вот эта формула, где якобы в работах найти нельзя, хотя, в смысле, идейном, она, безусловно, там присутствует. Ну, он ведь так отвечал, значит, на, вот, с этой формулой, он отвечал тем, кто его, вот, критиковал, что вы строите такую механическую пюре тепла, в механике нет этой самой необратимости, а у вас она появляется, значит, вы совершаете какую-то ошибку. У него ответка, вот он, по вероятности, к этим он пришел, потому что он, вот, отвечая на этот вопрос, он говорил так. Да, мы берем механическую модель, и в соответствии с этим мы вполне допускаем, что, значит, состояние движения механической системы со временем, ну, вернется. Вот стартовое какое-то состояние, процессы какие-то идут, молебулы как-то двигаются, и, ну, наша вот эта теория, физическая, скажем, она вполне позволяет. Она не отрицает этой возможности возврата, просто у нее очень маленькая вероятность. Это возвращение допускается нами, но только на самом деле его очень может быть долгая дождаться, и может даже будет, ну, пропустите, тот момент, когда вот это состояние вернется. Но, что я, наверное, еще хотел бы сказать, значит, вот, на самом деле, когда более, ну, поздний вариант стратегии, вот эта формула, она превратилась вот в так называемом экономическом распределении вероятности, для вероятности возникает вот такое соотношение. Значит, минус К, вот, ну, пусть это, по-прежнему, только в маленькой, наверное, вопросность вероятности, средняя. Чуть. Здесь минус, потому что это логарифм величины, которая меньше единицы, и, значит, тут, на самом деле, для того, чтобы была энтропия положительной, надо будет поставить минус. Вот эта больсмановская формула, она на самом деле, в ней, на самом деле, что в физике придается совершенно точный смысл, вот, таким вот образом. Ну, это вот плотность вероятности, на самом деле, плотность вероятности, она зависит определенным образом от механического состояния, а черта сверху означает усреднение по всем возможным механическим состояниям, состояниям механического движения. Ну и, вот, это очень общая такая идея воздана была, а потом она уже превратилась вот, вот, как бы, у нас, ну, более точную, что-то формула. Хотя можно другие какие-то варианты формулы для энтропии написать, но вот это при так называемом экономическом распределении возникает вот такое соотношение.